Меценатство становится все популярнее в Красноярске. Кроме крупных компаний, теперь и представители малого и среднего бизнеса считают своим долгом улучшать облик Красноярска, а также качество жизни его горожан. Будет откидываться, крепится он здесь посередине. Тот, кто считает, что благотворительность это просто дал денег и забыл, тот никогда всерьез ею не занимался, это скажет любой меценат. К примеру, управляющим компаниям Ленинского района местные власти предложили установить пандусы в подъездах для инвалидов-колясочников. Некоторые жилищники поддержали идею и вложили в это собственные деньги, разработали проект, но по закону для того, чтобы приступить к строительству, нужно разрешение жителей. И тут начались проблемы. Оказалось, о нелегком быте людей с ограниченными возможностями некоторые здоровые люди и слышать не хотят, и, как ни странно, голосуют против пандуса. Конечно, это удивляло, потому что все мы люди, все мы живем в одинаковых домах, и кто знает, что с кем может приключиться в дальнейшей жизни. То есть рассчитывать на помощь соседей и близких не приходится, получается, некоторым людям. Но заниматься благотворительностью, несмотря на трудности, все равно необходимо, считают предприниматели. Еще один яркий пример – фестиваль «Волшебный лед Сибири». Эти скульптуры очень органично, по мнению многих горожан, вписались в облик Красноярска. Но мало кто знает, мероприятия организовывали, что называется, всем миром. Благодаря городским бизнесменам в краевой центр удалось привезти скульпторов из-за рубежа, разместить их, обеспечить питанием, устроить экскурсию. Все это – немалые деньги, но не копейки из городского бюджета. Участие предпринимателей колоссальное. Причем в этом году как раз вдвое больше красноярских компаний приняли участие вот в этом целом перечне новогодних праздников. Мы ощущаем партнерство, совместные деятельности в городе для того, чтобы сделать и не только более культурным, продвинутым, промышленным, но эстетичным, красивым и чтобы приятно было приезжать к гостям. Отдельные предприниматели взялись поддерживать зачин мэра Эдха Макбулатова – миллионному городу миллион деревьев. Одна из красноярских строительных компаний высаживает полторы тысячи маленьких кедров на правой бережье. Это для потомков. Что касается практической пользы сегодня, несколько километров набережной в районе Пашинного строители обустроили за свой счет. Конечно, миллионные траты – это еще и повышение инвестиционной привлекательности, но не все в нашем мире делается только для выгоды. В жизни бизнесом ничто не ограничивается. То есть ответственность, она, как говорится, есть и перед людьми, и перед Богом всегда. И лучше, когда ходишь по сданным тобой микрорайонам и не краснеешь, а чувство гордости должно присутствовать за выполненную работу. Просто внутренний протест какой-то и обида за наших граждан, за нашу страну. Потому что я сам как бы начинал с нуля и с минусов, и жил очень плохо, и хочется, чтобы все-таки мы жили хорошо, чтобы у нас все было. Потому что у нас страна богатая и недрами, и людьми, и это все должно как бы дать какой-то, мне кажется, хороший результат в итоге, на много поколений вперед. Сейчас в нашем городе уже начинают готовиться к 385-летию Красноярска. Год юбилейный, поэтому празднование должно быть масштабным, и многие предприниматели уже ведут переговоры с мэрией на тему, как принять участие в нерождении города. Ведь это нужно всем, и бизнесу, и властям, и горожанам. Конечно, было бы здорово, если бы каждый красноярский предприниматель, вне зависимости от оборота его компании, принимал участие в таких проектах. Ведь важна даже не потраченная сумма, а само участие. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-63-1, либо пишите нам на сайт afon.ru. Виктор Самусенко, Игорь Лобакин, Афонтова. Новости.